Друзья, здравствуйте! А сегодня я хотела бы рассказать о том, зачем нужны упражнения при игре на хендпане, язычковых барабанах, в органах, ну и собственно любых музыкальных инструментах. На самом деле они созданы для того, чтобы расшатать вас, дать возможность выйти за стереотипные движения идеи, чтобы потом свободно сочинять свои собственные мелодии. Можно вообще не тренироваться и играть как играется, но, как показывает практика, в какой-то момент ты понимаешь, что играешь примерно одно и то же, ты в тупике и доходит до того, что ты готов уже все бросить, мол, это не мое. Но дело не в том, что ты не творческий или что истякло вдохновение, а в том, что ты использовал уже все свои автоматизмы. И может быть ты бы хотел придумать что-то новое, что-то другое, но руки не двигаются иначе. И значит пришел момент расшевелить свой мозг, придумать себе как можно больше неудобных упражнений и последовательностей. Это с одной стороны. А с другой стороны научиться входить в разное состояние сознания. Что я имею в виду? Ну, идеальное то, что называют как бы состояние Творца, вдохновение, в него же можно входить на самом деле. Второе, это может быть как раз состояние успокоения, умиротворения, из которого ты можешь как бы сочинять, не задумываясь. Не критикуй себя вообще никак, не пытаешь что-то как таковое сочинить. Ты просто играешь, передавая это состояние покоя. И третье, ты можешь использовать свои эмоциональные состояния. Будь то злость, радость, печаль, неважно. То есть вот ты злишься, иди за инструмент, сядь и поиграй. У тебя будет мелодия, которая будет выражать это состояние. Радуешься? Ну, сыграй ты эту радость, печалишься. Ты сыграй ты максимально печально. Сто процентов это возможно, потому что, ну, если сесть за инструмент в каком-то эмоциональном состоянии, то мелодия этого эмоционального состояния и будет получаться. И это еще один интересный момент, как можно исследовать инструменты себя через инструмент, играя определенные состояния. И это даст возможность почувствовать, как меняется ваша игра, ваша мелодия, ваши ходы, как начинают двигаться ваши руки в зависимости от эмоционального состояния. Если подытожить, есть три таких главных момента. Первое, даже если вы не тренируетесь, вы играете исходя из тех стереотипов, которые в вас заложены. Ваши движения, ваши идеи, перемещение по инструменту, то, чему вы уже до этого научились, то, что у вас есть. Второе, это расширение этого багажа, диапазона автоматизмов при как раз повторении определенных упражнений. Упражнения в идеале должны быть направлены именно на то, чтобы вам было неудобно, чтобы расширить связи в голове, чтобы расширить этот багаж. Чем более неудобными они будут, тем больше у вас будет вот это вот в руках возможностей. И третье, это игра через состояние. Помните об этом, учитесь радостно и живите играючи.